здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я вязал вот такую мушку собирательный образ для рыбалки и сухая и эмиджер хочу с вами поделиться еще одним вариантом такой мушки довольно таки простой вариант но уловистый уже проверено давайте приступим мне нужен вот такой кусочек пенки я его подкрасил с трех сторон одеваю на иглу и проведу сегментацию сколько вы как я уже повторюсь вы уже определитесь сами в зависимости от того какой величины вы будете вязать мушку в данный момент она чем-то будет напоминать мушку которую я вязал сухую полицейский но в отличие от той мушки которая напоминала нам стрекозу у этой мушки я буду вязать несколько покороче хвостик так как его такая величина нам не нужно не всегда рыба может качественно взять нашу приманочку поэтому я изготовлю 45 секций а вообще посмотрите по величине своего крючка вот столько я думаю будет достаточно здесь делаю завершающий узел и снимаю с иглы для изготовления я беру крючок тимка 200r так как меня устраивает вот его изгиб закреплю в нужном для меня положении и приблизительно для себя я разобью вот до этих пор это три четверти меня будет составлять мое тело давайте приступим тело я как и во всех вариантах буду изготавливать из даббинга остатков подшерстка песца сегментировать я буду вот такой силиконовой резиночкой тоже которая у меня в остатках подхватили и теперь в натяжку я ее приматываем тело можно изготавливать я пробовал и из остатков павлиниево пера который имеется у нас и в продажи где вы можете найти изготавливал из даббинга который имитирует но в данный момент нам не надо не имитировать не надо придавать какого-либо привлечения рыбы к нашему телу тело у нас должно выполнять функцию как небольшого якоря которое должно погружаться в воду на достаточную глубину и теперь до грудки я обрабатываю нить клеем делаю даббиновую веревочку и формирую тело вот я изготовил тело засементировал его силиконовой резиночкой и теперь на месте где у меня должна быть грудка я примеряю свой хвостик импровизированный вот где-то так мне будет достаточно наш хвостик должен быть чуть чуть длиннее чем само наше тело здесь же я креплю вот у меня имеется остаток вот такой перышко и теперь в качестве привлекающего еще элемента я сделаю ну слегка лимонного цвета грудочку добавлю вместе с белым и наверное добавлю еще оранжевого желтым но если у вас есть перо Перо павлина. Можно использовать с успехом здесь и перо павлина. Теперь я сделаю пару узелков, чтобы никуда не убежала моя нить. Возьму перодержатель и намотаю перо. Как я уже изготавливал одну из мушек, как его обозвали друзья, полицейский. Здесь вариант крепления такой же. Чем-то напоминает парашют, который очень-очень любят изготавливать наши рыболовы. За счет того, что он практически неприхотлив. В изготовлении и для рыбалки. И здесь же у колечка я креплю остатки перьев. Закрепили. Сделаю пару накидных узлов для того, чтобы убрать от колечка перо. Место крепления немножечко промажу, клею. И в завершении накрываю своим чехольчиком. Следим за тем, чтобы оставалось место у колечка. Промажу немножечко клеем. Сделаю завершающий узел и остатки отрежу. Закрепили. 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 видите никакой сложности в изготовлении мушки нет больше никаких элементов для того чтобы наша мушка держалась на воде не надо единственное это в зависимости от того какая у вас будет рыбалка вот само перо парашют который вы будете изготавливать можете его сделать больше но никак не меньше хвостик отрегулируйте сами для своей рыбалки в конечном итоге наша мушка в воде находится вот в таком положении поддерживает ее поддерживает ее перья и наша пенка эта часть у меня находится в воде достаточно удачная модель и по расцветке и по всему поэтому пробуйте как вам будет удобно всего вам наилучшего до скорых встреч